Премьера сериала «Ментовские войны» состоялась в далеком 2005 году. Сериал с огромным удовольствием посмотрели миллионы людей. Востребованность сериала стала причиной того, что в последующие годы студиями «Новый русский сериал», «Панорама» и «Форвардфильм» было выпущено еще 10 сезонов сериала, а также 5 достаточно интересных спин-оффов. С момента премьеры сериала на канале НТВ прошло больше 14 лет. Именно поэтому нет ничего удивительного в том, что многих актеров, исполнивших роли в этом телесериале, уже нет с нами. Сегодня я предлагаю вспомнить каждого из них. Большинство из них не являются звездами первой величины, и поэтому многие из нас не интересовались их дальнейшей судьбой, а ведь они подарили нам замечательный сериал, который хочется пересматривать снова и снова. Алексей Завьялов исполнил главную роль опера Станислава Скрябина. Алексей снялся в четырех сезонах сериала. Актер занимался парашютным спортом, это его и погубило. В ходе очередного прыжка, который состоялся 7 августа 2011 года, в него врезался другой парашютист, который погиб на месте. В свою очередь Алексей получил множество травм, с последствиями которых пытались бороться врачи. К сожалению, добиться успеха им не удалось, и вечером 30 сентября 2011 года Алексей Завьялов умер. Ему было 36 лет. За свою непродолжительную жизнь он успел сняться более чем в 30 фильмах и сериалах. Актер похоронен на Хованском кладбище. Леонид Осокин исполнил роль следователя прокуратуры Юрия Голицына, друга Романа Шилова. Он также, как и Алексей Завьялов, снялся в первых четырех сезона сериала «Ментовские войны». Актера не стало 16 августа 2010 года. Ему было 40 лет. За свою жизнь актер снялся в 26 фильмах и сериалах. Причина смерти Леонида неизвестна. Разные источники сообщают лишь о продолжительной болезни актера. Леонид Осокин похоронен на Южном кладбище Санкт-Петербурга. В сериале «Ментовские войны» актер Сергей Кудрявцев исполнил роль оперативника СИЗО, а после – оперативника убойного отдела Виктора Егорова. Он снялся в трех сезонах телесериала. Актера не стало 1 ноября 2017 года. Ему было 56 лет. Родные и близкие не стали оглашать причину смерти актера. Сергей Кудрявцев похоронен на родине в Эстонии. За свою актерскую карьеру он успел сняться практически в 100 фильмах и сериалах. Роман Королев сыграл опера Топоркова в трех сезонах сериала «Ментовские войны». 17 сентября 2012 года на 41-м году жизни его не стало. Роман Королев запомнился зрителям благодаря более чем 20 ролям в кино, а также театральным работам. Сергей Шульга снялся в двух сезонах сериала «Ментовские войны» – в первом и пятом. При этом он сыграл трех разных персонажей. Сергей Шульга умер на 66-м году жизни 16 декабря 2016 года. В фильмографии актера насчитывается свыше 90 работ в кино, но далеко не во всех случаях он выступал в качестве актера. Очень часто Сергея привлекали для работы над фильмами и сериалами в качестве постановщика трюков. Валерий Пегаев в сериале «Ментовские войны» исполнил незначительную, но запоминающуюся роль бильярдиста Егорыча, который появлялся в первом и третьем сезонах. Актером не стало 6 мая 2013 года. Ему было 69 лет. За все время актерской карьеры Валерий Пегаев успел сняться всего в 25 фильмах, отдавая предпочтение театру. В сериале «Ментовские войны» заслуженная артистка России Галина Баркова сыграла эпизодическую роль соседки оперы Егорова. За всю свою жизнь актриса снялась в 19 сериалах и фильмах. Актрисой не стало 23 декабря 2009 года на 74-м году жизни. В сериале «Ментовские войны» Валентине Егоренковой досталась эпизодическая роль соседки главного героя Шилова. Актрисой не стало 20 апреля 2010 года. За неполные 66 лет жизни Валентина Егоренкова успела сняться более чем в 60 фильмах и сериалах, исполняя преимущественную роль второго плана. Актриса похоронена на Ковалевском кладбище в Санкт-Петербурге. В телесериале «Ментовские войны» Александр Шульга исполнил небольшую роль дезертира. Основным видом деятельности Александра на съемочной площадке первой, а затем и третьей части «Ментовских войн» была постановка трюков. Он привлекался для работы над фильмом или сериалом в качестве каскадера или постановщика трюков и при этом исполнял небольшие роли. Александра не стало в свой день рождения 21 декабря 2010 года. Ему было ровно 40 лет. В этом сериале Алексей Осипов исполнил роль приятеля главного героя Шилова. За свою жизнь Алексей Осипов успел сняться в 39 фильмах и сериалах. Его не стало 13 февраля 2013 года. Он не дожил до своего 38 дня рождения всего 5 дней. Причина смерти актера не выяснена. Бытует мнение об убийстве, самоубийстве, а также несчастном случае. Актер похоронен на Кленовой аллее Серафимовского кладбища в Санкт-Петербурге. В «Ментовских войнах» Александр Степин исполнил эпизодическую роль оперативника наружного слежения в первом сезоне и дежурного отделения милиции в шестом сезоне. Всего актер принял участие в создании более 90 фильмов и сериалов. Александра не стало 27 августа 2015 года. Ему было 40 лет. А вы помните этих актеров в сериале «Ментовские войны»? Если да, то ставьте плюс в комментариях. Также вы можете заглянуть в плейлист «Ушедшие» на моем канале. Не забудьте подписаться на канал, и тогда вы не пропустите много интересного.